Доброе утро. Это «Разница во времени». Короткие чайные новости от ttips.ru. Забавно звучащий термин «самаркандские прерывы элиты» ввел в оборот искусствовед Борис Чухович, изучающий творчество группы советских художников, работавших в Самарканде в 1920-х годах. Разные люди и разные художники оказались в Самарканде большей частью по поручению советской власти, которая в то время решала в Средней Азии комплекс культурных задач. Там этих разных людей и разных художников разными способами и на разное время очаровала восточная эстетика. И они за короткое время создали некоторое количество стилистически близких работ, в которых несложно заметить сходство с работами Петрова Водкина, который тоже был самаркандским прерафаэлитом. А еще стилистика работ этих художников этого периода перекликается со стилистикой персидских миниатюр, что как бы очевидно. И, что чуть более удивительно, с работами Гогена. Иногда вообще возникает ощущение, что самаркандские прерафаэлиты Гогена косплеили. Только вместо таитянских девушек у них были самаркандские юноши. При этом, повторюсь, художники были очень разными. Для того, чтобы понять это, достаточно сравнить Чайхану Исупова, написанную в 1916 году, и Гранатовую Чайхану Волкова, написанную в 1924 году. Но, снова повторюсь, на короткое время они стали похожими и создали некоторое количество картин, на которых иногда попадается чайная посуда. Обычно композиция из пиалы и чайника. Они присутствуют на картине «Мальчик Бача Степанова» и на картинах «Продавец фарфора», «Женщина, предлагающая чай и фрукты» и «Восточное кафе Исупова». Самое интересное в этих композициях – это практически одинаковые чайники. Это чайники популярного в конце 19-го – начале 20-го века дизайна классической чайниковой формы, полностью закрашенной каким-либо одним цветом, чаще всего красным или синим, с белой ручкой и белым кругом на боку, в котором нарисованы цветочки. Такие чайники выпускали заводы товарищества М.С. Кузнецова, например, приобретенный к тому времени Кузнецовым фарфоровый завод Гарднера. Гарднеровские чайники сейчас можно встретить в экспозиции Ташкентского музея прикладного искусства Узбекистана, так что на картинах самаркандских прерав и элитов почти наверняка изображены именно они. Замечу также, что чайники эти выпускались не только сами по себе. Они часто входили в комплекты трактирной посуды, ну то есть предназначались для профессионального использования в общепите. И в таких комплектах обычно было два чайника – большой и маленький, доливной и заварной – для кипятка и для заварки. В конце 19-го и начале 20-го века, напомню, фактическим стандартом подачи чая в русском стиле было разбавление заварки кипятком непосредственно в чашке или стакане. Отсюда и два чайника. При этом на большинстве картин самаркандских прерав и элитов изображен только один чайник. Причем, судя по соотношению с пиалой или находящимися рядом фруктами, большой – литровый, как минимум. И этот чайник явно использовался и как заварочный, и как сервировочный, не подразумевая разбавление о заварке кипятком в чашке. Ну то есть чайник, который изначально задумывался как предназначенный скорее для кипятка, чем для готового чая, в Самарканде начала 20-го века частично менял функциональность, подстраиваясь под местную традицию приготовления и подачи чая. Частично менял, потому что хоть такой чайник и был предназначен для кипятка, но конструктивно не исключал заваривание в нем чая. В основании носика этих больших чайников была правильная сисечка. Просто в Европейской России такие чайники чаще использовали для кипятка, а в Средней Азии – для заваривания и подачи чая. Обожаю такие детали. Это была «Разница во времени». Оперативные чайные новости от ttips.ru Удачи!